Кремлевские звезды не гаснут никогда. Специальная подсветка работает круглосуточно уже почти 80 лет. В 1937 году натуральные уральские самоцветы померкли, прослужив лишь пару лет. И для звезд разработали специальное стекло – рубиновый селенид, который сияет и сегодня. Чертежи кремлевских светил хранятся в Самаре, в филиале Госархива научно-технической документации. Здесь же рассекреченные документы о реконструкции мавзолея Ленина на Красной площади и о том, как разрабатывали специальное многослойное стекло для саркофага. Стекло очень интересно испытывали. По нему били палкой, его топтали ногами, стреляли из пистолета, стреляли из всякого вида оружия. Стекло оставалось целым, только покрывалось небольшими трещинами. И сейчас в Самаре хранится более двух миллионов уникальных проектов советских ученых. Именно в Куйбышев свозили все уникальные документы. Здесь располагался единственный в стране научно-технический архив. Подлинные чертежи легендарных «Волги» и «Ту-114». Последние 10 лет удерживал звание самого безопасного пассажирского самолета. Есть здесь и проекты плавучей гидроэлектростанции и знаменитых московских высоток. Не все грандиозные идеи страны советов удалось воплотить в жизнь. Около 20 лет больше 160 организаций работали над проектом переброски части стока северных рек в Казахстан и Узбекистан, чтобы дополнительно обеспечить их пресной водой. Но проект имел свои недостатки. В частности, возможность затопления сельхозугодий и гибели ценных видов рыб. Против выступили и жители Сибири. В 1985 году проект был закрыт. На этих документах еще совсем недавно стоял гриф «Секретно». Теперь же, когда он снят, все желающие могут до 18 декабря прикоснуться к загадкам страны советов. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.